На 17 месте дебютный альбом американского проекта. Назовем это проект под названием «Мистер Бангл». Знаете, вы все прекрасные человека по имени Майк Пэттон. Очень умный, талантливый, а главное, патологически разносторонний музыкант. То есть у него имеется группа «Face No More», который он исполняет такой темпераментный, довольно беспонтовый фанк-металл. У него имеется на противоположном полюсе, скажем, коллектив под названием «Фантомас», который исполняет какую-то дичайшую шумовую музыку с элементами импровизации и так далее. У него есть проект, который посвящен итальянской эстраде, где Майк Пэттон просто выступает в роли какого-нибудь там Джанни Моранди или там что-то такое, поет такие слащавые, слезоточивые песенки, но при этом, естественно, с каким-то легким таким тоже металлическим штырем в них, который едва угадывается. И вот имеется «Мистер Бангл». «Мистер Бангл» из всех проектов Майка Пэттона мне наиболее симпатичен. Это на самом деле совершенно безумное, очень веселое, невероятно изобретательное, крайне издевательское, вокально-инструментальное музыка, в которой намешано просто все подряд. Есть инструментальные вещи, есть какие-то вокальные кусочки, и все это ужасно интересно слушать. В 91-м году «Мистер Бангл» дебютировали с одноименным альбомом, и надо сказать, что альбом этот и сегодня слушается на ура. Естественно, заслуга в этом не только Майка Пэттона, но и прекраснейшего гитариста Трейс Прайнца. 17-е место. «Мистер Бангл» На 21-м месте популярнейшая у наших меломанов группа «Мистер Бангл» Майк Пэттон из «Faith No More», ну, а также Трейс Прайнц и все его партнеры по этому экспериментально-рок-джазово-шумовому проекту. «Диско Валанта» называется «Релиз Мистер Бангл» от 1995 года. «Диско Валанта» «Диско Валанта» вообще говоря, это название яхты или какого-то корабля, на котором плавал какой-то злодей из фильма о Джеймсе Бонде. Очень может быть, что есть еще какой-то, еще более изначальный смысл у «Диско Валанта», но вот то, что в бондовских фильмах это название присутствует, это я помню точно. Ну, что касается до стиля этого коллектива, тут все понятно. Скажу только, что «Диско Валанта», ну, пожалуй, мой любимый альбом у «Мистер Бангл», хотя, в принципе, все их релизы более или менее равноценные, все довольно дикие, все очень изобретательные, очень энергичные. «Диско Валанта», пожалуй, из них наименее джазовый, а скорее, ну, в каких-то пьесах, по крайней мере, скорее склоняется в сторону такого экстремального лаунжа, что мне тоже показалось довольно интересным. «Мистер Бангл», 21 место. 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 Продолжение следует...